Итак, вязание жилетки я начну с вязания резинки. Мне нужно набрать 64 петельки. Количество петель зависит от плотности вязания. На сайте есть специальная страница про плотность. Можете посмотреть, тогда вам будет достаточно легко определить, сколько вам нужно набрать петель. Сейчас я оставляю небольшой кусочек нити и делаю первую петельку. Так, подтянем. Дальше маленький кусочек кладем на большой палец и начинаем набирать петли. Так, это будет вторая, третья, ну и так далее. Я буду набирать 64 петли. Итак, вот я набрала 64 петли. Я буду вязать резинку 2 лицевые, 2 изнаночные. То есть число петель должно быть кратно 4. Здесь есть небольшая хитрость. То есть вязать резинку я буду на 62, а 2 у меня кромочные, с одной и с другой стороны. То есть у меня получается, что вязание я начинаю с лицевых и заканчиваю лицевыми. Или с изнаночной стороны с изнаночных и заканчиваю изнаночными. Почему я это делаю? Потому что при соединении вот этих двух сторон на одной и другой стороне мы как бы вот одну косичку захватим и останется одна косичка с этой стороны и соответственно одна косичка вот с этой стороны. И когда они соединятся, получится как раз 2 лицевые. То есть вот таким вот образом. Поэтому здесь получается, что я набираю 2 лишних петли. Если кромочные петли не считать, то я вяжу резинку на 62 петельки. Итак, снимаем одну спицу и начинаем вязание. Первая петелька у меня кромочная, я ее провязывать не буду. И затем начинаю вязание я с изнаночных. Изнаночные я вяжу за переднюю нить. 2 изнаночные. А лицевые я буду вязать за заднюю нить. И 2 лицевые. 1 и 2. Затем опять 2 изнаночные. И опять 2 лицевые. Ну и так далее. До конца ряда. Итак, последние 2 петельки у меня будут изнаночные. 1, 2. И самая последняя петля, это кромочная петля. С другой стороны я ее провязываю лицевой. То есть, вот таким вот образом провязывается первый ряд. Так, теперь будем вязать второй ряд резинки. Первую я снимаю, так как она кромочная. И дальше пошли уже 2 лицевые. 2 лицевые. И 2 изнаночные. Так, затем опять 2 лицевые. И 2 изнаночные. Ну и так далее до конца данного ряда. Итак, последние петли на данном ряду будут лицевые. Вот я их провязываю лицевыми. И последняя кромочная петелька, я ее провязываю лицевой. Дальше процесс повторяется. Опять петельку снимаем. Здесь изнаночные. Затем лицевые. Ну и так далее. Нужно связать нужное число рядов необходимое. Сколько вам, какой бы высоты вы резиночку хотели.